Всем привет! Смотрите как восстановить данные после удаления или создания новых разделов на жестком диске, карте памяти или USB флешке. Пользовательские данные могут быть утеряны в результате удаления или создания новых разделов, в результате изменения файловой системы жесткого диска, карты памяти или флешки. Во время работы с разделами часто бывает выбран не тот диск, или в результате ошибки программы для работы с разделами удаляются данные всего диска в целом. Давайте разберемся, как можно вернуть данные в такой ситуации. После сбоя файловой системы или незавершенной операции создания, удаления или форматирования раздела носитель информации становится недоступен в проводнике. При попытке обращения к диску Windows выдает сообщение о том, что файловая система не определена и предлагает отформатировать устройство. Возможно диск вовсе не виден в проводнике или его размер определяется неправильно. Не спешите форматировать устройство. В первую очередь необходимо восстановить его данные. После восстановления данных можно будет вернуться к возвращению работоспособности устройства. Загрузите и установите программу Hetman Partition Recovery по ссылке в описании. Итак, давайте рассмотрим подробнее, как же восстановить файлы после удаления или создания новых разделов, используя программу Hetman Partition Recovery. Для этого воссоздадим одну из ситуаций, в результате которой могут быть утеряны важные файлы. Есть жесткий диск, на котором один раздел, где хранятся файлы. Удаляем раздел. Как мы видим, появилась нераспределенная область, а все файлы, которые находились на этом жестком диске, утеряны. Сам раздел больше не изображается в проводнике. Итак, как же восстановить эти файлы, используя программу Hetman Partition Recovery. Запускаем программу. Находим в списке физические диски, необходимые для восстановления диск и делаем по нему клик левой кнопкой мыши. В окне тип анализа, в разделе полный анализ, отмечаем необходимые опции. В моем случае я ставлю только галочку напротив глубокий анализ и NTFS, так как раздел, который я удалил, именно таковым и являлся. Далее. Ожидаем, пока завершится процесс анализа. Это может занять некоторое время. Готово. Процесс анализа завершен. Выбираем нужные файлы и папки для восстановления. И нажимаем восстановить. Здесь выбираем сохранение на жесткий диск. И указываем путь, куда будут восстановлены файлы. Нажимаем восстановить, это может занять некоторое время. Готово. Как вы убедились, программа сделала это достаточно быстро и легко. А от меня потребовалось минимум усилий, благодаря интуитивному интерфейсу программы и удобному мастеру восстановления. На этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова